Привет, меня зовут Ира и вы на канале М-Видео. Угадайте, что у меня сегодня на обзоре? Легкий, воздушный, небесно-голубой. Это новый смартфон Honor 90 Lite. Смартфон среднего класса с основной камерой 100 мегапикселей. Давайте посмотрим на него. Белая коробка, в ней смартфон, иголка для лотка с сим-картой, провод USB Type-C и зарядный блок. Все стандартно, ничего нового. У меня вариант в небесно-голубом цвете. Материал красиво переливается на свету и почти не собирает отпечатки. Есть еще титановый серебристый и полночный черный, но мое сердечко украл именно этот. В моей руке смартфон кажется довольно большим, но на удивление его легко держать. На задней панели в правом углу блок камер. Основной модуль находится наверху, еще два под ним. Камеры вынесены на специальную панель. Сам экран практически безрамочный и здорово, что фронтальная камера занимает совсем немного места. Экран будто парит над самим телефоном. Довольно большая диагональ, а полезная площадь экрана почти 94%. Это очень крутой результат, особенно заметен простор во время игры. Есть адаптивная частота обновления до 90 Гц, плавная анимация и шустрый отклик. Фишка – фирменная калибровка цвета дисплея, поэтому у смартфона точная цветопередача и правильный баланс белого. Есть также защитное стекло, а сама матрица экрана защищена от повреждений. Полезная фишка – динамическая яркость экрана, которая подстраивается под естественное освещение и снижает нагрузку на глаза. А также режим – циркадный ночной экран. К вечеру он постепенно переходит на успокаивающие теплые цвета. Мелатонин вырабатывается быстрее и нам легче заснуть. Переходим к самому интересному в этом смартфоне. Тройная камера 100 Мп. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, буду. Объектив с диафрагмой 1.9, довольно светосильный. Можно настроить экспозицию под конкретное освещение. Есть разные фильтры, напоминающие инстаграммные. Очень важный момент – режим искусственного интеллекта. Он улучшает цветопередачу и настраивает камеру под конкретные условия съемки. Скажу честно, мне он очень понравился. С ним детализация снимков выросла заметно. Рекомендую не игнорировать его для лучшего качества. Вообще, к основному модулю вопросов нет. Снимки четкие и яркие. И хоть по умолчанию смартфон снимает 25 Мп за счет объединения пикселей, вот заветные 100 достигаются очень просто. Вы переключаетесь в режим Hi-Res и вуаля. И по мне это тот случай, когда технология работает без нареканий. Видео записывается в Full HD качестве. Есть интересный режим мультивидео. Вы можете снимать на основную и фронтальную камеры одновременно. Полезно для записи влогов. Для тех, кто любит монтировать видео, есть функция «Готовый фильм», которая сама соберет ролик. Есть также ультраширокоугольная камера с разрешением 5 Мп. И макрокамера на 2 Мп. Но я рекомендую использовать режим искусственного интеллекта, который повысит качество снимков. В целом оба модуля снимают стандартно. Тоже могу сказать и о фронтальной камере. У нее значение выше 16 Мп. При хорошем освещении качество снимков вполне приятное. У Honor 90 Lite свежий анонсированный этой весной процессор для смартфонов средней ценовой категории. В базовых задачах к нему не придраться. Не тормозит, не лагает. В играх тоже ведет себя прилично. Возможно, не потянет совсем тяжелые геймпроекты. Я тестировала смартфон на Need for Speed No Limits. Это довольно требовательная игра с большим объемом графики. Скачалось приложение за считанные минуты, и внутри самой игры быстро загрузились материалы на почти 800 Мб. В самой игре я оценила тонкие рамки, антураж игры будто разлился по краям, и эффект погружения получился гораздо сильнее. Картинка яркая, анимация плавная. Телефон практически не нагрелся за время игры. Едва теплым он стал где-то в минут через 15. Конфигурация памяти 8 плюс 256 гигабайт. И это просто вау! 8 гигабайт оперативки с лихвой хватает флагманом. А здесь тем более. Еще технология Honor RAM Turbo автоматически увеличивает объем на 5 гигабайт за счет накопителя. Поэтому Honor Lite действительно летает. А 256 гигабайт основной памяти хватит почти на 60 тысяч фотографий. У Honor довольно емкая батарея. В базовых задачах не садится целый день. Также телефон поддерживает быструю зарядку. Смартфон восполняет энергию шустро. За 15 минут батарея вернула 30%. Ну и главное, цена. Honor 90 Lite стоит чуть меньше 30 тысяч рублей. За такую камеру и экран одобряем. Honor 90 Lite очень приятный середнячок. Подойдет тем, кто использует смартфон для фотографий, съемок, видео, звонков и просто базовых задач. Геймерам с натяжкой. Но если не ждете от игрового опыта чего-то невероятного или играете в менее требовательные игры, то Honor 90 Lite можно использовать и для этого. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры. Увидимся с вами в следующем видео. Пока!